Охо-хо-хо-хо-хо! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! А вы что, ожидали, что увидите шерифа? Не-не-не, вы больше его никогда не увидите! Мой план начинает работать! Хе-хе-хе! Меня зовут профессор Цундап, или профессор Зин, называйте меня как угодно, но в итоге я всё равно профессор! И у меня есть сегодня такой план, что ни один агент не справится с этой мощной технологией. Представляю вам его. Даже ты, кто смотрит сейчас это видео, не справишься с ним никогда. И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на канал Ингвар Плей. И сегодня мы будем снова рассматривать очередного трансформера из серии Studio Series по первому фильму. Это у нас 10 икон Bone Crusher. Да, наконец-таки прошло время, я вам говорил, что еще кое-кто у меня есть. И вот, пожалуйста, один из них. Это у нас Bone Crusher по первому фильму. Такар Томми плюс Хасборо. То есть это обалденные, качественные трансформеры. Видите, вот там вот Blackout, Ratchet, Jazz, дальше там Lockdown, ну и другие. Где-то там у меня стоят другие, в других местах. То есть на Алиэкспрессе я все заказываю и заказываю, да. То есть рекомендую находить хороший магазин, они там есть. По хорошей цене, по скидочке берите. Все как обычно, Generations, Transformers. Китайцы открыли упаковку, да. Они ничего не нарушили. Защитили наоборот, чтобы ничего не сломать. Это очень хорошо. Вот здесь у нас под номером он 33. Да, вот здесь вот такой Bone Crusher. Конечно, Optimus Prime быстро с ним расправился. Voyager класс у нас. Это у нас побольше размер. Цена его где-то я платил около 30 евро плюс-минус. Может быть чуть больше. Такой у нас бы стоил бы, но такого у нас не продается. А так бы стоил бы где-то 47,50 евро. 33 этапа, чтобы трансформировать. Вот такой у нас Bone Crusher будет. В такую машину у нас будет трансформироваться. Само собой, фон имеется. Новый. И также представлен Optimus. Вот он как раз именно по первому фильму здесь он сделал. Убил этого Bone Crusher. Здесь у нас написано Highway Showdown. В общем, давайте не будем тянуть время и откроем эту адскую машину. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это такой... Такой мощный робот. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Агентам мало не покажется. О-хо-хо-хо-хо. Ладно, не буду мешать. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не знаю, что это было, но давайте будем рассматривать нашего Bone Crusher. И что могу сказать? Когда я вытаскивал его из упаковки, да, всё было идеально. Ничего не сломано, всё супер. Это первое. Второе. Когда я вытаскивал, я увидел вот это чудо. И оно очень прекрасное чудо. Ну, честно вам говорю, но, блин, выглядит вау. То есть, если смотреть на коробку, да, вот то, что здесь, это вообще как бы, ну... Вот смотришь на рисунок и вообще как бы не понимаешь. А вживую, когда видишь и восхищаешься, он вау. Я вам сейчас всё буду подробно показывать. Просто вау, я не могу, блин, просто 10-10 этот трансформер. В общем, инструкция такого цвета, фиолетового, в принципе, как всегда. Все этапы, чтобы странсформировать, да, его с робота в машину. Да, обратного как бы нету. В принципе, уже память у меня запоминается. И вижу здесь такая трансформация очень-то интересная и мощная. Также здесь у нас показывается, как можно вот с этими вилками, так сказать, поделать. Да, я не стал так делать, но потом мы сделаем уже за кадром. Здесь у нас Optimus Prime. То есть инструкция вот такая. Коробка просто превратилась во что? Да, в принципе, ни во что интересного. Как бы вытащил. И осталось вот так вот. То есть давайте коробку мы в сторону. Инструкцию также можем в сторону убрать. Вот. И на фоне это выглядит вот так вот. То есть вот фон вот такой. То есть, само собой, раз он побольше, фон тоже больше. Отличается у нас от Deluxe Class и Laser Class. Давайте пока что мы Bone Crusher уберём. На чуть-чуть мы это чудо уберём. Оно не тяжёлое, это чудо. И рассмотрим быстренько фон. Значит, номер 33, Studio Series, Transformers, Generation, всё как обычно. Но вот не нравится мне одна тема. То, что могли бы автоботам всегда автобот знак, а десептиконом здесь десептикон. Почему не сделали так, я не знаю. Но зато где к Девастатуру и Десептикону они здесь нарисовали значок, так сказать, Девастатор. Точнее его голова. Вот здесь у нас город, мост. Всё здесь разрушается и это прекрасно. Вот. Но сзади, сзади у нас просто картон. Так что про фон могу сказать вот столичка. Фон хорошенький. Но пришло время нам, нам рассмотреть вот этого товарища. Вот можно его в любую позу, так сказать, поставить. Как в фильме, например, когда он там с Оптимусом дрался. Или ещё в какую-то можно. Но он прекрасный. Просто вы гляньте-ка на него. То есть он как бы подвижный. Даже очень хорошо подвижный. И верну я его в обычную позу. Да, давайте верну. Чтобы было, так сказать, понятненько. Всё нормально можно было рассмотреть. Такс. Это всё мы убираем вот такс. Такс. И, в принципе, всё. Если, так сказать, сравнивать. Я, как бы, никого не вытащил. Но если сравнивать, вот так поставить. То мы видим, что он, само собой, выше Дрифта, Баррикейда, Рэчета. В принципе, выше. Если даже не выше, то, например, он крупнее в 100 раз. Если сравнить, например, Браула и Бонкрашера. То, как я понимаю, вижу, что Браул выше Бонкрашера на чуть-чуть. Но вы видите, у меня маленькие Бонкрашеры есть. Это 2007 года. Но то, что маленькие, то, что здесь, это в разы отличается. Если рассматривать вот так, то выглядит спереди вот именно так. По бокам выглядит, в принципе, так. Там также симметрично. А сзади мы видим вот такую тему. Если спросите вы, а как же он трансформируется в машину, а у меня тоже такой встаёт вопрос. Потому что, если честно, я вижу, они спрятали прям очень хорошо. То есть, детали машины вообще, как бы, тут, получается, мы будем трансформировать и будет всё само по себе постепенно появляться. Это, конечно же, плюс. Теперь давайте рассмотрим его детально. Голубь. Вот такая голова. Вы понимаете, насколько он страшный, опасный. И голова действительно детально всё проработана. То есть, красные глаза, серые есть, так сказать, у нас всякие принты, деталюшечки. Да, и сама потом голова у нас такая песочного цвета. Давайте сразу и артикуляцию. Голова у нас вот так может, типа, но-но-но, со мной не поиграешь, да? И голова ещё так же вот так может делать. Не знаю, в 360 или нет. А вижу, что в 360 она может. То есть, мы ему головокружение сделали. Ничего страшного. Мы зато проверили, да. Дальше у нас, как бы, здесь имеются колёса. Но это, в принципе, у нас просто типа, как колёса. А так у него колёса на ногах есть. И взади у нас спрятаны. И вот это, как я понимаю, тоже как-то будет, наверное, убираться, прятаться. И тоже будет использоваться колёса пластмассовые. Сломать их будет, конечно же, трудно. Здесь у нас типа, как бы, как стёкла. Окна. Тут тоже детальненько сделано. Тут тоже имеется детализация. И туловище у нас, как я понимаю, видимо, будет, наверное, крутиться или подниматься. Но это всего лишь для трансформации. Дальше перейдём к рукам. Правая рука у нас вот такая. В принципе, она почти что такая же, как и левая. Только вот здесь отличается. И, в принципе, всё. Ну, ещё вот здесь такая, как лестница. Вот и всё, в принципе, отличие рук. Да, взади, в принципе, вот имеются здесь у нас стёкла. Тут тоже, как бы, стёкла. Окна. Это у нас имеется тема для трансформации. Но также можно пошевелить, какую-нибудь позу сделать. Рука у нас сама крутится в 360 градусов. Только аккуратнее будьте. Потом, где локоть у нас тоже в 360 градусов артикулируется, можно согнуть, само собой. И кисть у нас, кисть, что могу сказать, можно так её согнуть. Это очень хорошо. Это большущий плюс. И она не крутится, к сожалению. Дальше. Перейдём к ногам. Ноги тоже хороши. То есть, всё, как в фильме, вот здесь проработано, это прекрасно. Вот. И также имеется здесь маленькая детализация. Как мы видим, ноги у нас здесь крутятся в 360 градусов. Да. Они крутятся. Крутятся, само собой. Может, в сторону. То есть, сделать шпагат. Потом, где колено, само собой, у нас сгибается. Вот, где колено сгибается. Это прекрасно. И, в принципе, как я вижу, всё. Больше ничего у нас не крутится. Потому что, как бы, ну, наверное, уже слишком. Вот. Но здесь уже всё основное крутится. Это только для трансформации. В общем, вот такой у нас Bone Crusher. Мы быстренько всё рассмотрели. Ну, конечно, ещё вот это всё шевелится. Артикулируется. И можно вот этими кличнями, как говорится, всех переломать, уничтожить. Вот. Но, в общем, мы посмотрели его, как выглядит он, как робот. Но теперь пришло время посмотреть, как он выглядит, как вот эта вот машина. Так что... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу, ребята, что я могу сказать о том, что вы видите? Трансформация, если честно, крутая. Очень крутая. То есть, вы видите, во что странсформировалось. Да. То есть, в принципе, когда мы смотрели, как робот рассматривали, да, мы даже не могли подумать, что вот так вот всё прям будет детально прям выглядеть, да. И опачки получилось. То есть, руки перекрутили мы, ноги перекрутили, всякие манипуляции сделали, и получилось вот это. На фоне выглядит вот так. Конечно, он не особо помещается, как бы если сделать бачком, ну, не очень, да, бачком. Если это опустить, как бы вот так сделать, ну, это какая-то... ну, не очень. Это не очень. То есть, эти фоны созданы только, чтобы ставить, так сказать, в виде робота, делать какую-то позу, может быть, двоих поставить, и всё. Всё, фоны только созданы для этого, а в виде машины как-то они там не смотрятся. Вот сам наш Bone Crusher. Вот такой, да. То есть, если говорить про размеры, то как робот и как машина, конечно же, отличается. Если мы сделаем так, то, возможно, наверное, размер будет такой, как робот, да. Но машина вот такая. Всё уменьшилось прям до максимума. Но нельзя сказать, что это маленькая машина. Вот. То есть, что мы видим. Здесь никакого знака десептикона нету, а мы, как понимаем и уже запоминаем, что не у всех есть десептикон или автобот. Знаки, не знаю, от чего это зависит, но вот почему-то нет. Но это настоящий. Здесь у нас вот управляется он всё нормально, катается, имею в виду. По гладкой поверхности особо не поездишь, но по какому-нибудь там ковру или ещё по негладкой будет ездить нормально. Всё хорошо. Внизу у нас вот, то есть, вообще, всё как, в принципе, как машина. То есть, здесь у нас имеются всякие, как бы, деталюшечки, да, остались. И вот здесь ноги, и всё. И даже не скажешь, что это какой-то робот, да. Это вот как бы вот перед у нас вот такой, вспоминаем фильм. Но можно сказать, что это сразу же робот вот здесь. Вот здесь не до конца скрепляется. То есть, как не сдавливая, оно не скрепится. Это не знаю, от чего зависит. Это может быть маленький брачок или, может быть, всё-таки, вот проблемка, как бы они сделали, они постарались молодцы. Но вот здесь не получилось у них как-то придумать хорошо, чтобы это так сжалось и прям вот так вот было. И как бы, и да, и как будто это не робот, а вот такая машина. И такая проблема у некоторых трансформеров есть, поэтому это или брак, или недоработочка. Да, то есть, что у нас имеется? Сзади у нас тоже стёклышко имеется. Вот это вот у нас лесенка, вот его кисти, да. Здесь у нас вот образовалось вот сзади вот именно так. Сзади так, сверху у нас вот так вот выглядит. Перец, в принципе, хорош, а что нет? Хорошо выглядит. Зеркало у нас имеется. По бокам мы видим здесь колесо. С той стороны тоже. Весь он такого песочного цвета. Это, в принципе, такая как военная машина, если я не ошибаюсь. И вот это у нас, так сказать, рука, не рука, грабля. Вот так вот может подниматься, крутиться и как бы переворачивать машины, как, например, мы видели в фильме. Да, вот так вот. Бац, бац, бац и это самое. То есть, блин, как машина он классный, как робот он вообще крутой. И время подводить итоги. Теперь вы все видели мою новую технологию. Смотрите, какой он крутой. Вы только можете позавидовать, агенты. Это лично тебе, Фин МакМиссо. Попробуй справиться с ним. У него даже есть кличня вот такая, которая делает вот так. Опачки может делать. Опачки. Смотри-ка, Фин, внимательнее. И вот так может нападать. Подожди-ка, что-то... В смысле, не по плану пошло. Ну и что ж, давайте подведем итог и что можно сказать про вот этого нашего десептикона. Вот такую позу я его поставил. На фоне выглядит вау. Мы видели его в начале. Мы сейчас видим. Он, блин, прекрасный. Детальный. Многофункциональный. В том смысле, что везде все двигается. Прям вообще можно, да, и по-разному сделать позы. Машина классная. Но один недостаток, да. Не до конца защелкивается наверху. Ничего страшного. Он ездит, катается. Хорошо. И, блин, за такую сумму на Алиэкспрессе по скидочке самое то брать. Где-то вы можете найти за 30 чем-то евро. Где-то чуть дороже, где-то дешевле. Но вы не пожалеете, потому что вы купите такого красавца. И пополнит вашу коллекцию. И сможете сделать какую-нибудь такую битву. Так что с вами был Ингвар. Не забывайте подписываться на канал Ингвар Плэс. Если пальцы комментируйте, рассказывайте своим друзьям. Чем больше у нас, тем лучше. И увидимся в новых видео по Трансформерам Студио Сирииз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok